Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Степенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем. Человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства, с измеримыми, с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной ниши, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории. Например, Боинг, империи рушатся, распался Советский Союз. Но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась. Как живет и работает в Транссибирском магистрале, построенный век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенный построенным технологиям небесной дороги Skyway, также будет работать на благо людям столетия, гнася доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. По сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам и своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Так, ну все, друзья. 25 апреля 2018 года. Соответственно, мы с вами продолжаем наши встречи именно в рамках проекта SkyWay и отслеживать дальнейшее его развитие. Значит, со следующей недели, скорее всего, у нас начнется уже отчет от времени по экофесту. То есть, когда определится уже точно дата проведения, то есть это, ну, скорее всего, 4 или 11 августа. Вот дальше будет, опять же, это предварительные пока, будет понятно в следующей неделе. Я сегодня веду один вебинар. У нас Алексей на месте, но, к сожалению, с тем графиком и интенсивностью работы, что даже его, скажем, такой молодой 32-летний организм и то дает сбои. И, к сожалению, он тут немного приболел, поэтому попросил, ну, скажем так, по обоюдному согласию. Сегодня я буду проводить один вебинар. Но, как понимаете, у нас взаимозаменяемость. Когда меня нет, он проводит, а когда есть возможность вдвоем. На следующей неделе, в среду, следите за объявлением. Мы будем в это время, скорее всего, с Алексеем либо в Абу-Даби, либо в Дубае на переговорах. Если получится, то мы вебинар проведем. Если нет, то дадим репортаж из перископа в одном этапе и, соответственно, на время вебинара его выложим. То есть тоже пока сказать невозможно, потому что все течет, все меняется с огромнейшей скоростью. Интенсивность работы просто колоссальная. Мы в пятницу с Алексеем вылетаем в Минск как раз уже на поработку многих вопросов именно с платформой, с запуском и с оцифровкой, то есть подготовкой уже именно токенизации проекта. И, соответственно, после этого вылетаем к партнерам уже в Дубае. Это, как говорится, текущая работа, которая сейчас есть. То, что я могу со своей стороны сказать, то, что касается именно платформы, то, что касается токенизации, то, что касается сейчас запуска нового направления. Все, что связано с бизнес-процессами по проектам, то, что сейчас идет, это вопрос, друзья, не ко мне. Мы ждем уже официального заявления, то, что будет от руководителя проекта, инженера Юницкого. Поэтому здесь, друзья, именно уже связаны с построением бизнес-процессов. Здесь все открывать ни в коем случае нельзя. потому что очень много сегодня уже интересов увязано и, соответственно, пересекается в различных проектах. Поэтому, друзья, здесь уже относитесь с пониманием, спокойно, что у нас с вами самое главное – это четкое представление о том, что проект идет, проект развивается, и, соответственно, мы с вами в нужное время и в нужном месте. Поэтому пожелаем… Ну, тут не сказать, что Алексей тут сильно забыл. Нет, это такие… Просто, друзья, связано с перенапряжением, именно нервным перенапряжением, с колоссальными нагрузками, нервными нагрузками, с умственными нагрузками, потому что, друзья, я могу сказать, что тот объем работы, который приходится сейчас делать, вот именно командой, которую мы с Алексеем собрали, она, конечно, очень и очень высокая, и я думаю, что в ближайшее время вы увидите и результаты, и того, что мы делаем. Тут, Вячеслав, я сразу тебе, так сказать, мы же с тобой одно время даже в перепалке были, что до Нового года мы успеем запустить платформу, будет оборот уже там свободных обязательств или нет. И я реально говорил, что был шанс в декабре нам это закончить, но, друзья, я могу сказать, что тот пласт работ и тот горизонт, который открывается, и мы, соответственно, расширяя задачи, которые сегодня перед нами стоят, конечно, если бы мы имели представление год назад по сложности задач, которые нам предстоит решать, я даже, друзья, не знаю, хватило бы у нас духу двинуться, хватило бы у нас сил начать эту работу, и именно, скажем так, взять на себя ответственность и перед сообществом нашим, которым мы задекларировали, и перед лично Анатолием Довичем Юницким, я бы, честно, могу сказать, друзья, не знаю. Сейчас, конечно, когда многое уже пройдено, когда сейчас уже понятно, уже есть четкие представления, и сейчас уже идет и тестирование блокчейна, и уже поднятие нодов, и выстраивание уже взаимодействия в этом приложении, которое мы готовим. Друзья, это, конечно, могу сказать, колоссальнейшая работа, и, что самое главное, друзья, мы все, что сегодня делаем, мы делаем впервые, и не только в проекте Skyway, когда создается инновационная транспортная технология из-за рождения шестого технологического клада, то есть с точки зрения уже именно научных горизонтов мы делаем передовые шаги, но и, друзья, все, что связано сегодня с сферой блокчейна, все, что мы сделаем, друзья, это все впервые, и сегодня увязка уже процесса токенизации, именно привязка сквозного учета в едином экономическом проекте построения сети Transnet, друзья, это, конечно, тоже задача, которая настолько, скажем, сложная, и сегодня, когда мы четко говорим, что мы, то есть Алексей будет всегда это говорить, скажем, более подробно, это его, скажем, такая сфера, но то, что сегодня мы вплотную подошли уже к выстраиванию единого пространства, единой процесса и уже построение именно атомарных транзакций, увязанных их единым расчетным инструментом, это, конечно, друзья, то, что еще не удавалось сделать никому, но справедливости ради могу сказать, что никто еще такой задачи и не ставил, потому что мы сегодня уже ставим вопрос о цифровке и токенизации бизнес-планов реальных проектов, увязки этих проектов, единый сквозной учетный инструмент, отслеживание единой системы капитализации, системы расчетов внутри, друзья, это уже то, что сегодня мы говорили, приступили к построению сети адресных проектов, вот сегодня это уже связывается, мы реально можем сказать, друзья, с вами, что мы транснет с вами строим и как невозможно было говорить о построении транснета без технологий Skyway, без инженерных решений, которые сегодня дает инженерная школа Юницкого, точно так же можно сказать, что транснет невозможно строить без блокчейна, без токенизации, без единого системы учета. И мы сегодня, естественно, свели воедино эти процессы, и получается именно синергия этих двух процессов, и сегодня уже можно четко говорить, что строится транснет, что мы видим уже очертания контура, и те разрозненные адресные проекты, которые сегодня отрабатываются, они все сводятся в единую сеть. И мы, друзья, с вами сегодня четко уже можем и декларировать, и осознавать, что мы строим сеть транснет. И строй Skyway, спасай планету, это решение тех задач, которые мы ставили с точки зрения глобальных и экологических, и технических, инженерных, и социальных, которые сегодня окружают нас. Мы говорим, что технология решает вопросы. Сейчас идет построение сети, и когда строй Skyway, спасай планету, дай дорогу в мир транснету, когда мы говорили, что это наш, вот он сегодня, мы подошли к тому, что реально создаем, и наша технология сенать, то есть когда технология объединяет, это тоже становится реальным. И здесь, друзья, мы с вами подошли уже к следующему этапу, к следующему шагу, и то, что сегодня происходит смена дисконта, когда мы переходим с десятого сразу на двенадцатый этап, друзья, это как раз отображение того, что проект развивается, что команда, которая сегодня ведет Skyway, она берет на себя обязательство, говорит, что в следующем двенадцатом этапе будут сделаны определенные шаги, и мы по завершению этапа отчитаемся и покажем вам, что сделано, это значит останется четыре этапа до того, когда технология уже начнет развиваться, двигаться и капитализировать ту интеллектуальную собственность, куда мы с вами, собственно, друзья, и инвестируем, и суть проекта Skyway как раз в этом и заключается. Венчурность, друзья, от этого нисколько не уходит, как бы мы это ни хотели. То есть в боевом листке как раз мы с Леонидом отрабатываем все, что я, друзья, упоминаю. Вы заметили уже, что мы перестали демонстрировать определенные ролики, мы делаем ссылки на них, потому что все ресурсы идут по чатам, а потом уже, у кого есть желание или настроение, вы можете просматривать наш боевой листок Skyway и видеть там все ссылки на фотографии, на ролики, на репортажи, которые мы упоминаем, соответственно, в вебинарах. И это дальше уже будет, ну, скажем, такой рабочий материал, мы его переводим на сейчас 11 языков и, соответственно, тем самым мы ушли сейчас от вебинаров для наших западных, ну, европейских, и уже не только европейских, но практически во всем мире партнеров, на кого мы вещали наши вебинары. Поэтому это технологически, скажем так, более, на наш взгляд, сегодня информационно более значимые, ну, те процессы, которые мы идем, потому что вебинары, когда мы пробовали вести в пяти и восьми комнатах одновременно, в онлайне, из-за несовершенства работы Мерополиса или там синхронизации с Ютубом, мы не смогли добиться, чтобы технически мы ввели вебинары на, ну, сначала 5, потом предполагали 11 языков. Мы отказались от этой идеи, но выработали очень эффективный вот этот вот листок, который переводится и доносит основную информацию, которая есть. Поэтому, друзья, сегодня 25 апреля, очень важная дата, это смена дисконта и переход на новый этап, то есть, а смена это естественный процесс, сопровождающий развитие венчурного проекта. Сегодня можно говорить о том, что пройдено уже 11 этапов из 15, о котором мы говорили, мы сегодня перешли на те цели и задачи, которые стоят в 12 этапе, то есть, мы во всех ресурсах и давали отчеты о том, что проделано за предыдущие 10, а теперь уже 12 этапов и, соответственно, с вами в Экофест, который будет в августе 2018 года, мы подойдем уже с теми текущими задачами, которые мы с вами сейчас решаем. Поэтому, друзья, это сопровождается существенным, я не буду сейчас вам точно называть цифры, они все будут в личном кабинете, но по той предварительной информации, которую мы доводили и которую мы готовили вас, что смена дисконта будет практически на 50%. То есть, это говорит о том, что сегодня для тех, кто вышел на стадии до 12 этапа, имел очень существенные привилегии, чем... Но, друзья, это ни в коем случае, и вот мне сейчас очень много пишут, что вот, можно ли вернуть, мы там не успели. Друзья, все равно та привлекательность проекта с точки зрения инвестиций, с точки зрения венчурности, она все равно остается крайней и крайней высокой. Это даже те дисконты, которые сейчас будут там один. Это все равно, друзья, очень высокие с точки зрения рискованности, с точки зрения привлекательности. Конечно, друзья, это нельзя сравнить с теми расстрочками, которые мы отработали за март-апрель, когда можно было продлить 1 к 600 из конта или там, кто зашел чуть позже, 1 к 400. Друзья, это, конечно, крайние были привлекательные условия. И мы говорим, что таких повторений уже не будет. Но, тем не менее, когда вы работаете с теми, кто входит в проект, то сейчас, друзья, стадия другая. Конечно, это не те возможности, которые были у наших, вот многих, кого я знаю, с кем я общаюсь. Так, Чабо жалуется, до сих пор не переводят боевой листок в капитал. Так, сейчас разберемся, уточним, уточним, по идее, все должно идти, как бы это самое. Сейчас уточним, потому что я в полной уверенности, что боевой листок переводится. Так, извиняю, если какой-то сбой в этой работе, Чабо обязательно сейчас тут про Индию Игорь спрашивает, 20-й, сейчас расскажем все, что касается последних известий. Поэтому, друзья, тем, кто приходят сейчас, надо прям четко и доступно, чтобы вы могли объяснить, друзья, что разве можно сравнить риски сегодняшнего дня с теми рисками, которые взял на себя, там, я любого из вас могу назвать, там, и Вячеслав Квале, и Игорь Хальзов, там, и Володя из Владивостока, то есть я говорю, я всех вас знаю уже, лично многих, там, Николай Брюхов, который пишет из Челябинска, а сам на самом деле живет в Нью-Йорке, вот, поэтому, друзья, те риски, которые были в 2014 году, и та команда, которая собралась, пришла и поверила, и мы с вами дошли до сегодняшних переговоров, сегодняшнего состояния, друзья, это, конечно, небо и земля, поэтому тут мы говорим, что, друзья, извините, тот риск, который взяли на себя партнеры и инвесторы в 2014 году, он не соизмерим, но, сегодня, та премия, которая устанавливается, она все равно крайне высокая, поэтому, друзья, приходите, сегодня вы все равно будете иметь очень достойные, венчурные вознаграждения, которые, сегодня берет на себя компания. Дальше, друзья, опять же, сейчас очень много задают вопросов, а что, как дальше будут сменяться этапы, когда вы говорили, что может быть смена или даже закрытие входа в корневой. Друзья, мы сейчас живем настолько, настолько живем в быстро меняющемся мире, что, может, в этом мире быть все, и исключаю или я не исключаю, то есть, опять же, я очень сейчас корректно отношусь к словам, что я не могу исключить и вполне может быть, что мы с вами после Экофеста станем свидетелями закрытия в корневую технологию. Что это будет означать? Это будет означать стремительную капитализацию, стремительный рост тех ценнообязательств, которыми мы с вами владеем, потому что проект выходит на самофинансирование, нас с вами сегодня сопровождают процессы формирования бизнес-структур, которые идут уже по всему, тут много задают вопросов, а в Индию как ведется, что ведется, друзья, вы же понимаете, здесь я могу сказать, что тут, Игорь много раз задал вопрос, что в Индии, поверьте мне, в Индии все хорошо, и в Индонезии все хорошо, и в Арабских Эмиратах то, что сейчас идет, и переговоры, которые сегодня идут и в Швейцарии, и в Аргентине, и в Боливии, друзья, просто многие сейчас бизнес-процессы открывать нельзя, все, мы подошли к той стадии, когда каждое слово, и даже на этом вебинаре из 282 людей, друзья, не все сегодня наши, друзья, наши партнеры, и соответственно, каждое слово, которое сегодня есть, оно в конечном итоге, или в одну операцию, пытается развернуться против нас, и в этом плане вы заметили, что Юницкий вообще сейчас исключил вопрос даже с тем, с кем он встречается, и поверьте мне, ту информацию, которую я владею, и то, что я сейчас знаю, это всегда находится на грани, что знаю, и что можно сказать, и мы, друзья, к этому подходим вам абсолютно сознательно, и мы говорим, друзья, относитесь к этому как угодно, кто понимает, кто относится к этому осознанно и говорит, что да, это правильно, кто не понимает, друзья, это, скажем так, это сегодняшнее реаль, и к экофесту, то, что сегодня обозначается, мы с вами говорим, что мы увидим с вами очень много интересных вещей, которые сейчас декларируются, а какие-то вещи будут сюрпризами, и сюрпризами, друзья, и для вас, как партнеров, и соответственно, участников проекта, и сюрпризом для наших конкурентов, для тех, кто увидит, реально, что на какой мы стадии находимся, и естественно, что экофест в этом плане это главное событие, потому что это первая встреча всех партнеров, и соответственно, отчет перед инвесторами, что сделано, и дальше это планы на будущее. тут задает вопрос Родхук, ну, друзья, хорошо, что вы помните, Родхук, это выдающийся наш сейчас скайвеевец, он активно работает, там активно в Австралии ведется работа, но я могу сказать, что одно время Австралия была лидером у нас, то есть она активно развелась, и мы предполагали, что там пойдут первые адресные проекты, сейчас можно четко уже говорить, и это абсолютно, скорее всего, ну, это абсолютная уже сегодня, на мой взгляд, действительность, что первые адресные проекты пойдут не в Австралию, но пойдут ли они там, обязательно, и ту работу, которую делает Родхук, она, конечно, так, в принципе, осталось показать высокоскоростную трассу, Анатолий говорит, нет, друзья, высокоскоростная, друзья, вот давайте сейчас уже из динамики показать высокоскоростную и что и все, это, друзья, показ высокоскоростной, это один из этапов, когда мы с вами запустили проект Skyway в 2014 году, и начали говорить, что сначала мы покажем низкоскоростной индивидуальный Unibike, мы его показали на Иннет-Трансе, Unibike, Unibus, потом приступили к испытаниям, потом провели сертификацию, сейчас это Россия, Беларусь, сейчас сертификация распространяется, и готовится уже, по всему миру, это, друзья, этап. Дальше показали легкую грузовую, потом элементы, уже высокопроизводительность грузовой трассы, на этой неделе Михаил Кереченко уже показывал трассу, которая заканчивается, монтаж уже восьмерки, то есть, полного цикла погрузки-разгрузки, высокопроизводительной, на 200 миллионов тонн, то есть, это два транссиба, трассы, высокоскоростной, этап ферма, которая сегодня стоит, несет в себе элементы, и низкоскоростной, городской, грузовой, по весному варианте, и контейнером Юниконта, на весном варианте, и сейчас, это же ферма, является опытным участком для высокоскоростного и модуль, который предполагается показать на инотрансе, он низкоскоростные испытания, и первые свои ходовые испытания будет проводить на ферме, которая уже существует, то есть, этот процесс идет, поэтому следующим этапом, да, друзья, мы декларируем, что мы сначала покажем на инотрансе высокоскоростной модуль, который уже планируется на скорости 500-600 км в час, а дальше начнутся ходовые низко-скоростные, потом по мере строительства участка сначала 3-5, потом 25 км, значит скорость будет увеличиваться, и мы дойдем до декларируемых скоростей 500-600, почему я сейчас говорю эту вилку, потому что расчетная скорость может быть и выше 500 км в час, но все-таки предел, Юницкий говорит, что не больше 600, потом резко начнут увеличиваться затраты, связанные с аэродинамикой, но, друзья, если вы хотите сказать, что это предел, и это все нет, следующим этапом, который Юницкий уже декларировал, говорил, что сегодня в проекте есть следующие скорости, это уже скорости 1250 км в час, и следующим этапом, как только будет запущен и уже начнется эксплуатация скорости, ну, сначала сертификация, потом эксплуатация скорости 1500-600 км в час, следующее начнется уже проектирование опытных участков и подготовка уже к скорости 1200 км в час, 1250, причем с очень низкими энергозатратами, это то, что сегодня декларирует и сразу пытается сделать Илон Маск, мы к этому идем постепенно, и у нас это будет единая комплексная система, что и будет фор-вакуумная труба, и скорость в этой же эстакаде и скорость в 500-600 км в час на весном варианте, и это 150 км в час и пассажирская грузовая уже в подвесном варианте, это, друзья, все элементы Skyway, и сегодня то, что строится и проектируется в любых уголках сегодня земли, это все увязывается, и мы с вами строим единую сеть Transnet, это информационный, энергетический, транспортный коммуникатор, который в себе объединяет все виды предоставляемых услуг, поэтому здесь, друзья, когда говоришь, осталось нам что-то показать и все, нет, друзья, если вы думаете, что следующим этапом, когда будет уже построена фор-вакуумная труба, когда будут шлюзовые камеры, то есть это в перспективе 3-5 лет, и на этом вы скажете, ну все, и на этом закончили, нет, друзья, будет следующий этап, будет, так как мы сегодня уже и проработали, заложили концепции мобильности, весь транспортный мир сегодня бьется на транспортные концепции 4.0, она у нас уже реализована, Unibank, Unibus, это транспортные андроиды, это роботы, которые сегодня уже в экотехнопарке демонстрируют перевозку безопасную, экологическую, на возобновляемых энергий с управлением роботами, то есть, то, что сегодня транспортный мир только подходит и пытается реализовать, мы вам говорили, что сегодня заложена следующая транспортная концепция, это мобильность 5.0, когда вы, перемещаясь в Unibank, будете заниматься спортом, работать на компьютере, общаться, спать и так далее, то есть, это мобильность 5.0, когда много процессов, которые вы сегодня делаете, одновременно можно делать во время движения и очень комфортно, об этом транспортная сегодня наука или транспортный мир даже не задумывается о мобильности 5.0, у нас она уже реализована, уже сегодня в Unibank можно крутить педали, заниматься спортом, вырабатывать электроэнергию, на которой еще и двигаться, то есть, это еще и экология, то есть, когда вы, получая сегодня физическую активность, а гиподинамия сегодня, друзья, это один из бичей сегодняшней цивилизации и она убивает людей не меньше, чем рак, чем плохая экология, плохие продукты, нехватка движения сегодня, это такая же сегодня проблема техногенной цивилизации, к которой подошли, и мы эту проблему решаем, мы говорим, друзья, мы с вами движемся безопасно, экологично, не нарушая баланс в природе, еще и сами занимаемся спортом и вырабатываем электроэнергию экологически чистую, и здесь, друзья, Юницкий очень интересную цифру приводит, и я прошу ее тоже относиться с пониманием, что когда придет время и миллиард человек будет одновременно ехать на мини-байке хотя бы час в день, крутить педали для того, чтобы заниматься спортом и на этой энергией ехать, так вот, друзья, сегодня, чтобы перевозить миллиард человек, 47 атомных станций типа Чернобыльской должны вырабатывать такое количество энергии, представьте эту цифру, а мы будем с вами, друзья, ездить на чистой энергии, сами получать спорт и при этом не будем загрязнять природу, то есть, вот что такое Skyway, и когда я произношу, друзья, слова, что мы с вами создаем идеальный вид транспорта, то он идеален в том плане, что он убирает все проблемы, которые сегодня есть, и, соответственно, даже решает те балансы, дисбалансы, которые нам достались техногенной цивилизации, поэтому, друзья, мы сегодня активнейшим образом этом идет, но следующий вопрос, когда мне задают транспортники, ну уж вы такие умные, 5.0, а что дальше, мы говорим, друзья, у нас готова концепция 6.0 мобильности, если 5.0, это сегодня мгновенное перемещение, когда мы, занимаясь еще необходимыми для нас делами, как я уже говорил, работаем на персональном компьютере, который устанавливается в нашем Нибайке, создаем персональное пространство, Юнибайк, это новое понятие, которое мы ввели, это Unite Mobile Personal Space, то есть это объединенное индивидуальное пространство, то есть Mobile Personal Space, которое оборудовано под вас, там идеальная атмосфера под вас настроена, там стоит ваш компьютер, аудио-видео-система, кресло, которое занимает, вы много раз об этом с вами говорили, при этом еще вы перемещаетесь со скоростью 150 км, сейчас это самостоятельная скорость Нибайка, который сегодня может обеспечить мобильность 5.0, то есть занимаясь определенным процессом, необходимым для жизни, вы еще можете перемещаться, это 5.0. Здесь вопрос, а что такое 6.0, друзья? 6.0, это уже когда происходит конвертация скорости, мы ввели такое понятие транспортные конвертеры, это наши станции, где вы подъезжая на Нибайке от своего личного дома, отцепляя мобильный блок, можете уже по системе Кенгуру вставать высокоскоростной и вы уже в своем купе, в своем Нибайке со скоростью 500 км в час перемещаетесь в Париж, а там цепляетесь опять к мобильному блоку, и таким образом происходит следующая трансформация, что вы находясь в своем Нибайке, давая своему персональному мессенджеру, который управляется с голосом, который живет в вашем Нибайке, мои дети любят, но это по аналогии Siri, которая сегодня есть в айфоне, по аналогии Watson, который сегодня создает суперискусственный IBM, по Google, я не помню, как называется персонально, у нас этот персональный голосовой мессенджер, в котором вы будете общаться с информационным полем, будет называться Unique, тоже мои дети очень любят и говорят, что мы уже хотим наш Нибайк, которым будет жить Unique, то есть, по сути дела, который будет управляться. Так вот, друзья, следующий момент, 6.0, это трансформация скорости, находясь в своем Нибайке, особенно тролли это любят, там, с джакузи в Париж, еще, так сказать, я сейчас подойду, друзья, я вам скажу еще более интересную вещь, чтобы вы тролли, ну, я так сказать, немножко повеселились, вот, а мы ставим это в реальность. Когда вы, находясь в своем Нибайке, занимаясь своим делом, работая на компьютере, на сверхмощном компьютере, потому что вы не ограничены по весу, у вас может быть любой мощности компьютер, и вы сразу перемещаетесь по путевой структуре, внутри которых оптиковое окно, которое передает с огромной скоростью информацию. Так вот, таким образом, когда вы перемещаетесь в Париж, то вы меняете скорость, и ваш Нибайк, уже становясь купе, соответственно, в скоростном Юни-Лете перемещается со скоростью 500 км в час. Причем, эта трансформация происходит автоматически, вы в этом не участвуете, вам все равно, что происходит. Едете вы на Нибайке своей скоростью, то есть, на своем легком величиной с 1 айфон, как сказал Юницкий путевой структуре, или вы стоите купе и перемещаетесь со скоростью 600 км в час в Париж. Думаете, это предел? Нет, друзья, следующий этап, когда мы с вами придем к скорости 1250 км в час, соответственно, вы уже переходите в следующую стадию, но это все мобильность 6.0, то есть, у вас уже в конвертере может происходить конвертация скорости, друзья, еще раз повторю, это слово, это транспортный конвертер, это наши пересадочные станции, где вы можете первое, прийти пешком сесть в Юни-байк, подняться на эскалаторе, сесть в Юни-байк, в Юни-байке перейти в Юни-лед, как купе, в автоматическом режиме, передвигаться со скоростью 500 км в час, дальше через станции соответственно шлюзования можете переходить в следующую стадию, друзья, это, я говорю, то, что уже проектируется, то, что будет в определенной перспективе 3-5 лет, для кого-то это фантастика, друзья, для нас это дорожная карта, значит, соответствие, следующий стан, конвертация скорости, это 150 км в час, 1250 км в час, соответственно, вы уже можете к нашему Николаю Брюхову, который живет в Нью-Йорке, соответственно, давать Юнику команду, что уже хочу не в Париж через 2 часа, а хочу в Нью-Йорк, соответственно, придет время, когда транснет будет развиваться, соответственно, вы будете уже ездить к Николаю Брюхову со скоростью 1250 км в час, это, друзья, следующее, но это все мобильность 6.0, соответственно, в Нью-Йорке, цепляясь к легкой трассе путевой структуры, величиной с 1 в 2 айфона, вы уже в своем Юнибайке перемещаетесь по Нью-Йорку, если вам надо, можете в гостиницу ходить, если нет, вы можете в нем спать, потому что трансформация кресла позволяет нам комфортно еще и жить, и при этом при необходимости вы можете у Юника заказывать пиццу, он будет связываться с ближайшей пиццерией или там это, и вы будете в автоматическом режиме получать это. А система блокчейна, которая будет работать на нашем Юте, то есть в едином объединенном токене, она будет производить в этот момент расчет. И здесь я, друзья, для того, чтобы это подведя и задавал вопрос, то есть мы создаем эту идеальную систему, мы создаем транснет, и транснет оформится тогда, когда вы из любой точки земли, в любую точку земли можете перемещаться, не вставая со своего рабочего кресла, Анатолий Владимирович любит очень, чтобы еще ходить пешком, я говорю, ну можно обязательно, то есть вы приезжаете на природу, можно там походить пешком. И при этом еще крутя педали, или как наш Адриан Камоц, наш такой первый уже спортивный джедай Skyway, разрабатывает систему тренажера, тренажеры, которые будут юнибайки, вы можете заниматься спортом. И это, друзья, как раз для троллей эту всю систему расскажу, а если у вас там позволяет количество ютуб, которые вы зарабатываете, то есть, если у вас активный бизнес, либо вы изначально являетесь акционером, и у вас не то, что бесплатный проект, а с развитием транснета вы получаете дивиденды, то вы можете перемещаться не в юнибайке, который, это минимальное пространство, вы можете перемещаться в юнинепсе, который может быть либо 14-местным, либо персональным, вы можете перемещаться в юникаре, который сейчас трехсекционный, а может быть семисекционный, соответственно, у вас в одной секции может быть джакузи, в другой секции ваша гардеробная, в третьей секции, там тренажерный зал, в четвертой, это, друзья, все в зависимости уже от тех возможностей, естественно, что платить за такой проезд юнибайка или юникара будет дороже, но это, друзья, как раз дифференциация всегда есть, кто может летать сегодня персональными самолетами, поэтому это тоже, друзья, та услуга, которая будет доступна всем, вот, поэтому весь вопрос, что, а на этом останавливается горизонт развития Skyway и Transnet, то есть интернет переходит в сеть Transnet, потому что он внутри, нам не нужны спутники, нам не нужны эти мощные ретрансляторы, вся передача сигнала, всей информации, включая то, что у нас сегодня идет по системе блокчейн, все находится внутри наших рельсов, которые являются сетью Transnet. Следующий момент, друзья, а то, что я очень люблю и то, что мы сегодня говорим, а на этом заканчивается предел, и на этом что, вся наша технологическая инженерная школа закончилась по развитию, нет, друзья, то, что Юницкий, с чего начал 40 лет назад, в 89-м году он опубликовал монографию, в которой показал, что есть сегодня возможность неракетного освоения космоса, и вообще он начал свою инженерную деятельность именно с разработки концепта неракетного освоения, то есть создания общепланетарной транспортной системы, которая позволяет выводить одним рейсом десятки миллионов тонн на орбиту. И потом обратным счетом, друзья, кто еще этого не знал и не слышал, полистайте его монографию, все эти документы на сайте юницкого юницкий.ком есть, все, что я и говорю, друзья, это информация открытая уже десятки лет. Соответственно, обратным счетом он пришел к построению Skyway, это как упрощенная эстакада. А сегодня, друзья, по развитию, сначала низкоскоростная, потом высокоскоростная, потом гиперскоростная, гиперскоростная, друзья, это уже с применением фор-вакуумной трубы, здесь я вам объяснять, что такое не буду, почитайте Илона Маска, он идеально уже по всему миру провел пиар, у нас будет все то же самое, только, наверное, в 20 раз дешевле, и не одна будет труба, где будет перемещаться, а у нас будет система, по которой будет и скорость 1200 км в час, и скорость 600 сверху, и скорость 150 внизу, и все через транспортный конвертер, это будет меняться, и все это, еще раз говорю, это примерно 6 в 1, плюс интернет, и оптиковое окно, и энергетика, и все это, примерно, в 20 раз дешевле, поэтому, здесь у нас с Илоном Маском нет никаких противоречий, так вот, друзья, провакуумная труба, и отработка, и шлюзование, это уже космические технологии, это то, что позволяет уже говорить о создании следующей системы, ОТС, когда будет расширяющееся кольцо, уходить в космос, и таким образом, друзья, 7 в 0 мобильность, это я для наших транспортников, которые уже просто теряются от такого количества перспектив, которые мы рисуем, это когда вы в своем юнибайке, который герметичный, который, естественно, специально подготовлен, можете еще и через систему транспортного конвертера, уже ехать не в Нью-Йорк, а ехать на орбиту, а при желании на Луну, вот это, друзья, как раз, вот я вам, господа тролли, это я вам специально даю информацию, можете вот это затроллить, что Skyway, что инженерная школа Юницкого, сегодня договорилась до того, что в юнибайке можно не только за 3 часа, или там за 4 часа попасть, из Москвы в Нью-Йорк, вот, но еще и приехать, соответственно, на орбиту, а при желании на Луну. Дальше можно, дальше, но пока, друзья, на этом мы остановимся, и мы говорим, что на ближайшие 10-15 лет у нас перспектива это есть, и самое главное, что шаг за шагом эту дорожную карту мы сегодня обделаем, и за каждым шагом, который я сегодня говорю, это не пустые слова, это уже инженерные решения, на все это есть проработка и на юнибайке, и на ОТС, и сегодня проведена интеллектуальная оценка интеллектуальной собственности и Skyway, и, соответственно, уже Spaceway, и здесь, друзья, мы не одиноки, об этом сегодня говорят все ведущие компании, все ведущие бизнесмены. Илон Маск уже говорит о программе освоения космоса и многоразовых ракет, руководство базиса сегодня говорит о том, что все производство вредное для Земли надо выводить на околоземленную орбиту, американцы давно уже введут концепт о создании лунных колоний для того, чтобы вредное производство, которое для экологии на Земле вести там, все это, друзья, то, что называется мировым трендом. И мы здесь не говорим ничего нового, но с другой стороны мы говорим свое. Это тоже надо шанс в этом году увидеть скоростной юнилент в движении по трассе. Алекс, еще раз, Алекс, если вы слушаете сейчас, то я говорил, что у нас есть определенная логика методики работы. В 16-м году на Инотрансе показали Unibike Unibus, в конце года он стал на ходовые испытания сначала первые, вы помните, он с маленькой скоростью 29 ноября проехал, потом сегодня уже на тех трассах, которые существуют, позволяют развивать скорости более 100 км в час. Как только будет увеличено, он дойдет до расчета из 50 км в час. Соответственно, в этом году на Инотрансе будет показан Unibus, до конца года он, скорее всего, начнет первые либо начало следующего года низкоскоростные испытания, потому что надо сначала обкатать и понять, как работает ходовая система, то есть низкие скорости, на той эстакаде, которая есть. По мере того, как будет строиться за следующий год скоростная продолжительная трасса выйдет на скорость, о которой мы говорили, сначала 200, потом 500, потом 300, потом 500 км в час. Поэтому все степ-бай-степ, поэтому в этом году мы, как и говорили, мы увидим уже элементы скоростной системы на следующий год мы с вами увидим ее в действии. Это 100%. Вот, поэтому, друзья, я могу сказать, что зачем сейчас вот эту всю логику я вам рассказал и показал, потому что нельзя что-то вырывать, когда вопрос, а когда вы покажете высокопроизводительную и у вас все пойдет, а когда вы покажете высокоскоростную и тогда это будет окончание. Друзья, я вам сказал, что это процесс, который идет весь параллельно. И это не значит, что ущерб делается одному или другому. Еще раз повторюсь, на этой неделе Михаил Кириченко уже показывал интервью, где готовятся к взвозку реально уже ходовые испытания высокопроизводительной транспортной системы, которая делает полностью переворот именно в транспортировке сыпучих грузов с производительностью два Транссиба, то есть то, что сегодня больше делает перевозка всей РЖД, которая сегодня возит через всю страну скорости, со скоростью 11 км в час. У них сильный. А на наших полувках нейтральных полувочин, она может быть удобна. Ну, видите, Вячеслав, то, что я сейчас говорю, друзья, информация вся есть. То, что я сейчас говорю в монографии Юницкий это показал еще 30 лет назад, поэтому то, что сейчас, друзья, это все объединяется. Мы сегодня не зря для нашей платформы Транснет ввели такой, вернее, сленг, лозунг, что Technologies Unites. Друзья, это все объединяется. И мы говорим, что сегодня, что для вас интереснее, проект в Швейцарии, проект в Аргентине, проект по перевозке питьевой воды, скоростной трассы, Нью-Йорк, Лондон, или там, это, друзья, все увязывается в одну систему. И мы говорим, что и это еще не предел. Это элемент общей стратегии, которая будет своей целью ставить еще и создание общепланетарной транспортной системы. Если мы говорим, что интернет определился, мы сейчас создаем Транснет, так вот, друзья, когда Транснет оформится, когда он будет полностью закончен, мы с вами приступим к созданию следующей сети, следующего поколения, это уже седьмого технологического уклада, мы эту сеть называем Юнет. И Юнет, это не от слова Юницкий, друзья, а от слова Юнайт, объединение. Просто Юницкому повезло или нам повезло, что у Юницкого такая фамилия, которая называется Юницкий, то есть объединяющий небо. То есть, друзья, ну, бывает же такое, с родителями, которые дают такие фамилии. Мне тоже в свое время родители дали фамилию Сибиряков, я родился в Сибири, я думаю, что моя дальнейшая тоже отчасти судьба будет связана как-то с развитием Сибири, потому что таких вещей же тоже просто так, наверное, в жизни не происходит. Так вот, очень много, что в нашей жизни происходило, я много раз приводил этот ряд, что у нас был Можайский инженер, который создавал первый самолет, Жуковский, который рассчитал подъемную силу, Циолковский, Константин Эдуардович, который дал основу ракеты техники и ракеты движения с полиозакон импульса, Сикорский, который дал целое направление в авиастроении, и сейчас Юницкий, который разрабатывает новый концепт уже транспорта шестого технологического уклада, это Транснет, и седьмого технологического уклада ОТС, это, друзья, естественное развитие той инженерной школы, которую он создал, которую сегодня развивает, и которая уже показывает практические шаги. Поэтому, друзья, я почему сейчас очень смело об этом говорю, говорить об этом четыре года назад было рано, мы говорили, что мы создаем Транснет, мы создаем инженерную технологию. Сегодня эта технология существует, она уже обрастает производством целой школы, и сегодня идут сеть адресных проектов, которые сегодня пока единичные, сейчас мы создаем приложение Транснет, которое поставит именно с использованием новейших информационных технологий, это уже создание автоматизированных проектов, и через, это, кстати, вопросом, как запустить адресный проект, друзья, ждите, нажимайте свой личный кабинет, и вот как там появится, что входите в приложение Транснет, и можете запускать адресный проект, вот, друзья, тогда ответы на все вопросы будут там. Сегодня говорить о запуске адресных проектов немножко преждевременно, этим занимаются специализированные отделы головной компании, и пока с адресными проектами входить рано. Они все находятся в стадии проработки, все адресные проекты, которые мы сегодня ведем, они идут в ручном режиме, мы, друзья, пока тестируем систему. Как только она запустится, то есть мы начнем и отработаем на первых адресных проектах, которые сейчас, ну, я говорю, ведутся Швейцария, Аргентина, Арабские Эмираты, Индия, Индонезия, еще ряд стран, где это пропакальто, и все идет в экспериментальном опытном режиме, в ручном режиме. Но задача, чтобы это все вышло уже на общий такой комплексный подход, и я думаю, что за 18-й и за 19-й год мы это отработаем, и то приложение, та платформа Transnet, которую мы сейчас создали и налаживаем в работе, хотя, друзья, еще раз оговорюсь, очень непростые задачи, очень непростые решения, очень много нюансов, и все они как раз исходят из того, что мы первые, что мы на базе инновационной новой технологии еще и запускаем инновационную новую систему учетов, просчетов, оценки, и так далее. Поэтому, друзья, конечно, бывают определенные и, скажем, там, сбои именно с научной точки зрения, бывают ошибки, тут нельзя, бывает человеческий фактор, когда приходят определенные специалисты берутся за выполнение той или иной задачи, а потом оказывается, что и делают не так, и понимают не то. Это все, друзья, к сожалению, нюансы любых первопроходчиков, которые сегодня идут по инновационному пути. Но, друзья, я могу сказать, что та технологически-экономическая школа, которую создал на своих разработках Юницкий, та синергия, которая сегодня происходит при объединении с технологическими и информационными технологиями, то, что сегодня дает мир интернета, мир нового информатизации и токенизации, то, что сегодня мы уже применяем в развитии Skyway, это, друзья, открытие новых горизонтов. Здесь мы с вами изначально вам с Алексеем говорили, что развитие дальнейшего транснета без блокчейна, без организации невозможно. Сейчас это абсолютно уже очевидно, мы по этому пути активно идем и сегодня пришло время говорить о том, что мы создаем уже не только транснет, а мы уже готовим следующие горизонты, которые будут называться Юнет, и все это будет объединено единым учетным инструментом, который сегодня, друзья, мы и запускаем. Поэтому сегодня то, что мы будем говорить и проводить специализированные школы, обучение, вебинары, будем рассказывать, показывать экономику и дальше говорить о том, что, друзья, хотите, участвуйте в этом процессе, считаете рисковым, подождите это. Но, друзья, когда говорят, когда произойдет капитализация, здесь, друзья, я всегда привожу пример. Ровно 10 лет назад с небольшими месяцами мне предложили купить на 10 тысяч долларов биткоинов по цене 10 центов за штуку. Кто там, у кого кулькулятор под рукой, посчитайте, какое это мне было сделано предложение. И это мой близкий приятель, который только узнал о технологии, подключился к этой работе и предлагал мне купить эти биткоины. Когда он мне сказал, что это альтернатива ФРС, что это электронные деньги, которые заменят доллар, я посмеялся над ним, хотя у меня в кармане лежало 10 тысяч долларов. Я мог вполне себе позволить купить такое количество биткоинов. И сегодня, как вы понимаете, я не кусаю локти, говоря о том, что у меня был шанс на сегодняшний момент стать миллиардером. Да, друзья, был такой шанс, но то количество обязательств, акций, те возможности, которые идут сегодня в Skyway, мне говорят о том, что, друзья, я сегодня занимаюсь тем делом, который эти возможности, наверное, мне предоставят. Еще раз, будет это, не будет, это покажет только будущее, друзья. И сегодня, исходя из той динамики, которая есть, исходя из развития, я могу сказать, что в нашем проекте, в проекте Skyway, появится огромное количество и миллионеров, и артеров, которые выросли на новой системе Transnet. Как в свое время появились герои своего времени в интернете и люди, которые заработали очень серьезные деньги, инвестируя в новые направления, без риска, друзья, не бывает ничего. Когда интернет стал всем очевидным, все пошли покупать акции Apple или Windows, заработать на них на том, как можно было заработать изначально, невозможно. То же самое, друзья, в этом году после определенных событий в Transnet ринутся все. Это станет абсолютно понятным, что чем быстрее больше туда прийти, можно заработать. Но такой доходности, которая была у нас с вами, уже, друзья, не будет, и это абсолютно справедливо. Потому что, еще раз повторюсь, риск, который взяли на себя наши первые инвесторы, которые поверили команду, которую собрал Юницкий в 2014 году, потому что очень много я Владу Павлова вспоминаю всегда. Это наш самый сегодня, я считаю, во всей Прибалтике инвестор, который сегодня настолько активно отстаивает. Он всегда говорил, и он задавал первый вопрос, когда я проводил первую конференцию в Прибалтике, это был июль 2014 года, когда он говорил, друзья, вы не вошенники, вы нас не обманете. И что я мог сказать, друзья, нет, мы не мошенники, мы вам это докажем. На сегодняшний момент, когда у нас количество делегаций в Эко-технопарк расписано уже на два месяца вперед, когда люди своими глазами хотят увидеть то, о чем мы говорим, и количество потенциальных адресных проектов просто выстраивается уже не десятки, не сотни, а выражаются другими числами, это, друзья, конечно. Другое дело, что сегодня дальше стоит вопрос, это подготовка уже подтягивали производственные базы, ресурсные базы, людской базы, потому что, друзья, любой шаг, который сегодня делается, он сопряжен, конечно, с огромным количеством тех проблем, которые шаг. и та нагрузка, и та ответственность, которую сегодня на себя взвалил Юницкий, конечно, друзья, я иногда поражаюсь, просто, как он открывается еще одной гранью, это именно гранью работоспособности, потому что иногда мы уже более молодые и, казалось бы, более уверенные или сильные с точки зрения выносливости, не выдерживаем того темпа, который сегодня задает, и когда Юницкий уже стоит о том, что, ребята, мы работаем медленнее и не соответственно с той производительностью, которая сегодня требуется для развития проекта. Это, друзья, конечно, как говорится, ну, будем наращивать темпы, будем увеличивать, так сказать, производительство, к сожалению, всего 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, вот поэтому, но, друзья, будем стараться, и здесь как раз новые технологии, новые направления открывают перед нас, перед нами новые возможности. Так, у нас, Андрей, я так и не вижу, появился, не появился, что у нас тут, тролли хулиганят, не хулиганят, потому что из рекламного проекта в октябре 200 и не разумеется. Ну, это, друзья, каждая сегодня история о том, как, кто пришел, кто поверил, кто не поверил, это, друзья, уже остается в прошлом, потому что сегодня мы уже не тратим времени на то, чтобы доказать, что такое Skyway, что такое, мы определили свою формулу, ее первый применил Алексей, как более такой молодой и амбициозный, когда говорит, друзья, все, кто не верит в Skyway, все, кому не интересно, все, кто просмотрел ролик, считайте, что это ерунда, до свидания, не тратим времени, вы не тратите время на меня, я не трачу время на вас, все, до свидания. Вот, это абсолютно правильный подход, потому что, что человеку обсуждать, если он говорит, я вижу, я этому не верю, ну, значит, когда будет ехать внутри и говорить, что я еду внутри, я пользуюсь этим, все равно я в это не верю, по каким-то причинам, это завтра сломается, послезавтра сломается, это, друзья, не обсуждается. Второй вопрос, когда мы говорим, это идеальная система, потому что она от начала зарождения как теоретический идеальный транспорт до своего воплощения является транспортом, который не имеет аналогов, если человек говорит, нет, я всегда задаю вопрос, ты можешь себе представить самолет, машину, скоростной поезд, который будет перевозить пассажиров, оказывать транспортную услугу, при этом не загрязнять окружающую среду, а сам еще вырабатывать экологически чистую электроэнергию, не можешь, ну, тогда до свидания. У нас это работает. Поэтому, друзья, здесь очень много сегодня факторов, к которым мы подошли и которые мы имеем право сказать, как те, что мы это сделали. Конечно, мы сделали не все, конечно, мы сделали даже не те, отчасти планы, которые ставили перед собой, и корректировка в меморандуме, который нашими инвесторами, тоже произошла. То есть, мы определенные этапы отодвинули, но взамен этого мы реализовали на сегодняшний момент более востребованные и более капитализируемые технологические решения. Естественно, что в 2014 году мы не могли понять и оценить тот потенциал, который будет давать нам сегодня именно блокчейн. Сейчас мы уже, естественно, проектируем все, что будет на будущее, понимаем, исходя из того потенциала, который мы сейчас наработали и делали. Но, друзья, я могу сказать, что за ту работу, которую проделал Луницкий, инженерное, конструкторское бюро, команда, которая собралась вокруг Skyway, это, конечно, очень серьезная и очень большая работа. Но, друзья, это ничто, это капля в море по сравнению с той работой, которая нас ожидает впереди. Нам с вами еще предстоит реализовать и построить транснет. Это десятки, десятки, миллионов километров от дорог, это тысячи адресных проектов, это реально просто колоссальная капитализация с точки зрения уже построения нового бизнеса, это построение новой системы экологического расселения и освоения новых территорий. Ну и дальше, друзья, как я теперь уже сознательно довожу до вас информацию, что это тоже не предел, потому что это горизонт планирования. Как только мы приступили к транснету, и транснет стал принимать уже, скажем так, осознанную сеть Юнет. И здесь, как раз, друзья, когда мы говорим об обильности 7.0, мы четко понимаем, что это такое. У нас это дорожная карта, а сегодняшние, так называемые, как мы их сегодня прикалываем, футурологи, потому что сегодня, друзья, многие футурологические прогнозы читать просто смешно. Поэтому я сам до некоторого времени себя называл футурологом, потом мы с Алексеем переквалифицировали, что мы все-таки больше ученики, мы последователи футурологической школы, которую создал Юницкий. А Юницкого назвать футурологом, это тоже не поворачивается язык, потому что он инженер, и он 40 лет назад описал ОТС. Он показал принцип, он показал механизм создания, и сегодня он создает Транснет, многие которые даже не могут представить, что это такое. Поэтому, друзья, это больше можно назвать не футурологической школой, хотя, конечно, то, что мы описываем для многих, это просто фантастика. Но, друзья, так же, как фантастика 20 лет назад был Skype, Мирополис, YouTube, и так далее, и так далее. А 30 лет назад это даже нельзя было предположить, сегодня это наша повседневность. Точно так же и Транснет, и мгновенное перемещение, и в своих тапочках к этому сайту не имеют. Так, что тут, так сказать, представитель ответчика по поводу сайта, я сам в интернете группы КСК, вы сказали, что никакого отношения к этому сайту не имею. Не знаю, что тут имеется в виду. вот, конечно, тролль, так сказать. а что, вот, вот, Александр, вот мы сейчас пишем, что какой-то, ну, а что этот дебил еще может сейчас написать? Он сейчас может написать, что Unibike не едет, высокоскоростную не построим, как он лайнер написал, что показывают какие-то там эти самые, ну, тут Андрея, Андрея сейчас у нас нету, которых выкидывает, а я это самое Unibike оказался в пирамиде. Так, давайте я эту приборку удалю сейчас. Ладно, друзья, давайте не это самое. Опять же, а что еще эти неудачники, как я их называю, у нас еще один там он неудачник крутится, узлов, который там суд подает, то на компанию, то на Юницкого, то на меня уже на вебинары там, и то умудрился там суд какой-то подать, где-то я в чем-то его обидел, назвал, что он там жулик и ворж, в свое время там выкинул Юницкого, там подделал документы и так далее. Но, друзья, это удел всех этих неудачников, это удел всех вот этих шавок, которые сами не могут осознать ничего, но из-за своего самомнения могут, они не могут признать, что Юницкий это Леонардо да Винчи нашего времени, они не могут признать, что рядом с ними находится человек, который меняет ход цивилизации, они не могут, почему, у них мозгов на это нет. А другие, друзья, то есть, другой пример, что есть мозги, но зависть не позволяет это оценить, зависть не позволяет сегодня подключиться и быть соратниками или соработниками этого процесса. Я много раз говорил там многим, кто сегодня выступает, я говорю, друзья, да вы бы, вашу бы энергию, верные бы русские, так мы бы быстрее это строили, быстрее это делали. Понимаете, так сказать. Поэтому, друзья, здесь и сейчас, когда пытаются как бы вывести, что Юницкий никого ни отношения не имеет к Скайуэй, РСВ и так далее, это краудинвестинговые системы, которые, может быть, Юницкий не имеет никакого отношения к компаниям, которые занимают краудинвестинг, зато эти компании инвестируют сегодня в технологии Юницкого и мы понимаем, что сегодня общий успех зависит от капитализации этой интеллектуальной собственности, которую Юницкий вкладывает в развитие. Поэтому, друзья, это все, знаете, это все дел убогих, я могу сказать. А у меня для них, для всех это неудачники. Поэтому, друзья, этим неудачникам вот так. Друзья, можно я тогда чуть-чуть, это самое, сейчас я тогда этого Влада права выключу, чтобы он больше не писал. То есть, это, к сожалению, надо проделать определенную процедуру. Все, больше этот Влад нас не побеспокоит. Так что, просто он разошелся, я прям смотрю так все. Троли будут всегда абсолютно, Вячеслав, правильно, когда, здесь я особенно, когда у нас был строй Skyway, спасай планету, они запустили такой, тролль Skyway, спасай планету. Поэтому, друзья, что могут еще делать эти тролли, я говорю, еще раз, это, это их удел. и удел неудачников. А наш, друзья, с вами удел это делать, это создавать, это двигаться, брать на себя ответственность и спорить с Вячеславом, коллега, который говорит, в декабре не запустите оборот, мы говорим, что Вячеслав, шанс был, сейчас говорю, что, да, к сожалению, в декабре не запустили, сейчас у нас в Юницке ставят сроки май-июнь, успеем, не успеем, тоже не могу сказать, стараемся, тестирование идет, работа идет, поэтому, так же, как и Юницкий со своей технологической точки зрения, когда говорят, а что же вы так медленно делаете, а что же вы, хотелось быстрее, хотелось больше, хотелось сразу, и все, ну, здесь, друзья, могу сказать, что за 4,5 года, что сделали, то сделали, и лично мне, как участнику, как члену команды Юницкого, как кто-то, непосредственно это делает, мне не стыдно, за каждый день, за каждую работу, за каждого человека, которого я рассказал про Skyway и пригласил, и вчера мы подписывали интересное соглашение между колесницей, которая будет, золотая колесница, в Бразилии, там готовится встреча, там глав государства, мы как раз будем представлять там свой проект, который объединяет 5 государств Латинской Америки, я отчасти говорил уже об этом проекте, там, который соединить два, и я когда там рассказал о тех планах, которые у нас есть, они говорят, ребята, нам даже не хочется рассказывать, какие планы у нас были до этого, мы хотим с вами сотрудничать, поэтому, друзья, мне не стыдно за ту информацию, которую я несу, и могу сказать, что тут господа тролли, давайте в Юнибайке или в Джакузи на орбиту, давайте, давайте тролльте, давайте мы с вами будем это обсуждать, давайте делать, вы будете говорить, что это фантазеры, что это те люди, которые обманывают людей, которые пытаются затащить или людей сагитировать в абсолютно непонятный проект, давайте, друзья, обсуждайте, как вот эти дебилы из онлайнера, потому что других слов нету, когда я лично на них потратил полдня, и Юницкий день нас возил, показывал, и они потом написали, что показали какие-то картонные, картонные, ну, подвижной состав, который через пару месяцев поехал на инотранс, и опоры, которые себя ничего не представляют, здесь, друзья, это выглядит так. Ну, все, Олег, я как раз это и прокомментировал, как бы, сказал, это то, что нас сопровождают, совсем, как Юницкий говорит, друзья, совсем не обращать внимания, это нельзя, потому что мы все живые люди, мы все со своими, как бы, определенными пониманием, значимости, и когда к тебе подходят и говорят, что знаешь что, а ты вор, знаешь что, а ты жулик, а ты мошенник, и отмахнуться и сказать от этого не очень, как бы, приятно, тем более, когда Юницкий приходит на встречу с министром транспорта Индии, а там лежит, это, как его там, New Delhi, газета, огромнейшая центральная газета, и на разворот, статья, там, заказная, которая описывает, какой Юницкий мошенник, и в чем, как бы, обманывать. Нельзя на это не обращать внимания. Но, друзья, здесь я могу сказать, что нам-то есть, что показать. Там есть показать, не байки, который был, и занял, просто произвел фурор в Дубае, нам есть сегодня, показать все, что было на предыдущем, и на трансе, на этом, и на трансе, 18-го года, когда мы будем показывать, и реально уже машины, со скоростью, 1250 км в час, и с энергетическими затратами, меньше литра, на 100 км на одного пассажира, такого в технике сегодня просто быть не может. Понимаете, друзья, есть что показать, а этим неудачникам, или там, так сказать, убогим людям, им нечего показать, кроме своих, так сказать, поэтому, друзья, давайте, это я специально сегодня подготовил, такой, ну, скажем, полуфутуристический, чтобы вы понимали, что мы с вами, и то, что мы сегодня делаем, это ведет в череде событий, они начались не вчера, и даже не позавчера, и не 4 года назад, и не 18 лет назад, когда я подключился к этой школе, это началось намного раньше, Юницкий начал, как именно автор, теоретик, и разработчик этой системы, он начал это почти полвека, и он всю жизнь этим занимается, дальше, это приходит в какое-то воплощение, сегодня мы ведем, и краудинвестинговую систему, которую мы с вами, оформили в виде Skyway капитала, который ведет свою работу, и добросовестно, я считаю, героически, несмотря на все препятствия, которые проходят, это и Skyway инвестгрупп, Андрея Хавратова, который тоже работает, популяризирует, доносит, берет на себя все удары, там еще, так сказать, это команда RSV, систем, которая сегодня, точно так же, борется со всеми проблемами, которые возникают, очень много, Юницкий, как именно инженер-разработчик, который решает новаторские задачи, которые сегодня сталкиваются, и с проблемами непонимания, и с проблемами противодействия, и даже соратники, которые приходят вовнутрь, и то, сегодня, как человеческий фактор, могут являться препятствия. Друзья, это сегодня, и объединяя уже с платформой блокчейн, которая сегодня, используя те возможности, которые дает интернете, новые горизонты программирования, которые также сегодня, так, вот разошлись эти друзья, переходите по ссылкам, ваши данные, так сказать, ну, вот что это, Андрею тогда, так, Вячеслав, давай тогда на следующий вебинар, если у нас Андрея не будет, как сегодня, то надо все-таки, чтобы его можно было дублировать, чтобы все-таки чат нам, так сказать, это, а сейчас, я не буду уже отключать чат, потому что я закончил нашу, сегодняшний вебинар, боевой листок, как бизнес, ну, а эти все, я говорю, там, убожество, так сказать, которое, ну, вот видите, нашелся уже просто блокирует, так, давайте мы этого, Александра, сейчас, отключим, чтобы он сильно не суетился, вот, обычно это будет у нас, я говорю, Андрей, вот, поэтому, но, друзья, опять же, для тех, кто делает, у меня это сегодня даже не вызывает никаких отрицательных эмоций, потому что все, кто смотрит, и все, кто понимает, что, кто это люди, какие их цели, и понимаете, что на том фоне, которые, те цели и задачи, которые мы с вами обсуждали, и те цели и задачи, которые мы с вами решаем, они, как бы, начинают, ну, вот такие вот вещи устраивать, поэтому, это, друзья, еще раз повторимся, это их удел. А, это Вика, это такая же Вика, как, как, как этот Влад, и так далее, и так далее, Вячеслав, это, ну, обычно, так, что в одном из этих, где будет для него трасса, в сентябре, после выставки, где будет для него трасса, все, все, друзья, все узнаете в свое время и в свое место, поэтому, здесь, видите, мы перестали с Алексеем делать вебинары для новичков, потому что, в основное количество, которое здесь собирается, это все-таки люди, которые уже в проекте, и несут информацию о проекте, поэтому мы сейчас, конечно, ориентируемся, в основном, на, эти вебинары вот наши по средам, это вебинары для единомышленников, вебинары для тех, кто уже активно идет с нами, для того, чтобы вы понимали суть развития проекта, понимали то, что, как и происходит, и куда мы будем двигаться, поэтому, друзья, здесь, как бы, именно сбор тех, кто работает в Skyway, а сейчас уже в Transnet, а следующие, друзья, это те, кто еще и отважится, и наберется в себе мужества, и двигаться еще дальше, и уже входить в Юнет, уже говорить им над созданием Spaceway, это, конечно, очень непростой и проект, и дальше, а имеет ли он за собой горизонты, нет, друзья, другое дело, что надо очень твердо стоять на земле, надо понимать, что является задачей сегодняшнего дня, но, друзья, нельзя, развивая такого уровня проекта, такого уровня технологии, ограничиваться только проблемами сегодняшнего дня, поэтому, естественно, разработка, то, что возникает потребность сначала в Юнибайке, в Юнибусе, потом возникло направление Юникон, то есть, это перевозка контейнеров, то есть, то, что сегодня, мы говорили, что сегодня уже практически завершена и уже готовится к прилетным испытаниям, это уже наши дроны, которые будут в автоматическом режиме строить опоры в труднодоступных местах, это, друзья, все то, что ведется, и это текущая работа, но, есть и понятие, перспективы, есть и то, что мы ставим как горизонт целей, и сегодня, друзья, я могу сказать, что задача, которую решаем, она была непростой, будет непростой, но, вместе мы выполним эту задачу, и строй SkyWay, спасай планету, мы можем сказать, что Technology Unites, это такая же наша задача, как и промежуточные, как и остальные, поэтому, друзья, давайте, в конце я могу сказать, что можно пожелать, чтобы у нас Алексей не до конца не расхворался, а в следующей неделе был в строю, давайте пожелаем, действительно, сегодня удачи, и успехов, и здоровья инженеру Юницкому, потому что, друзья, в том сообществе, которое сегодня, далеко перешагнул за миллион человек по всей планете, конечно, он является ключевой фигурой, он является ключевой движущей силой, и дай Бог ему здоровья, чтобы мы с вами увидели очертания, реализацию тех планов и задач, которые сегодня есть, и что-то мне подсказывает, когда мы подойдем к реализации через 10, 15, 20 лет, к тем задачам, которые сегодня, у нас откроются следующие горизонты и задачи. Поэтому здесь, друзья, все, кто в Skyway еще такая маленькая, пытаются опять активные там наши недоброжелательные поссорить там или сказать, что есть какие-то противоречия между РСВ, Skyway Capital, SWIG, там еще что-то. Друзья, какие могут быть противоречия между теми, кто делает одно дело и строит Skyway и Transnet, и всю душу, и всю энергию вкладывает в эту работу? Нет, друзья, мы все с вами делаем одно дело с разных сторон. У кого-то получается одно, кто-то делает акцент на другое, но наша задача, друзья, это Skyway, это Transnet, а дальше уже это Unet и, соответственно, Technologies Unites. поэтому нет никаких у нас ни противоречий и все, что ваше поддерживаете или играете в какую-то политику или какие-то национальные особенности, нет, друзья, мы интернациональная компания. У нас нет никаких ни национальных, ни расовых предрасудов, ни вероисповедания, друзья, у нас все одно, это Technologies Unites, потому что все, кто над этим стремятся, все, кто хотят изменить, улучшить нашу жизнь, а мы все-таки живем в цивилизованном мире, то есть то, что определяется цивилизация, в новых инвест-проекциях токены уже будут, да, абсолютно верно. То есть мы, поэтому единственное направление, которое есть сегодня, это цивилизационным путем решать те проблемы и то, что нам создала проблемы техногенная цивилизация, может изменить только экогенная цивилизация, то, что мы с вами сегодня, чтобы дальше развитие шло не на уничтожение средиопитания, то есть окружающего мира, а только на его процветание. Вот это, друзья, мы с вами как раз и делаем, и это шаг за шагом, не сразу, но это то, что реально, друзья, у нас сегодня уже. Так, Юра Сибиряков, судов, признан банкротом, спросите, у него нашел лохов денег, одолжил и кинул. Юра, спасибо, что напомнил, и спасибо, так сказать, что сказал, что есть суды, которые действительно по липовым обязательствам выносят какие-то решения. Ну, что, друзья, мир сложная вещь, сложная, так сказать, это, поэтому, это говорит о том, что сегодня мир непростой, и вспомните уголовные дела на Юницкого, которые заводились в Литве, и те противостояния, которые идут на каждого члена команды, которая сегодня есть, это, друзья, абсолютно закономерная вещь, абсолютно то, что сегодня будут вытаскивать, поднимать, указывать, поэтому, друзья, то ли еще увидите, и то непростое дело, которое мы делаем, противостояние будет усиливаться, и, друзья, каждый, соответственно, будет про себя принимать решение, когда говорят, что Юницкий сегодня мошенник и обманывает людей, или Сибиряков сегодня, или Суходой вешают лапшу, друзья, каждый принимает это решение сам, слушайте, вы все умные люди, все разумные люди, и вы, если в чем-то сомневаетесь, если у вас какие-то сомнения, друзья, не принимайте никаких решений, не поддерживайте, не ходите, я вам про себя могу сказать, я в свое время не поверил, то, что биткоин это перспективное направление, и что ложные деньги не потеряны, сейчас сказать, что жалею я этого или нет, могу сказать, что у меня альтернатива этому, то, что я в свое время поверил и работаю в Skyway, поэтому для меня это вполне понятно, так что давайте, друзья, на этом будем заканчивать, в следующий раз я еще раз говорю, мы будем, скорее всего, в Абудабе, Лубае, вот именно по переговорам уже с нашими финансовыми консультантами по развитию платформы блокчейн, соответственно, получится, не получится сделать репортаж, то есть, это следите за новостями, посмотрим, если отменим, то значит дальше обязательно по новостям все соответственно наверстаем, поэтому, друзья, поздравляю вас всех с очередным завершением этапа, именно развития проекта Skyway, с тем, что мы переходим на очередной этап, о том, что приближается Экофест, о том, что мы с вами все вместе встретимся, пообщаемся, подведем итоги, мы перед вами отчитаемся, вы в той или иной мере примите или не примите наш отчет, именно проделанные работы, наметим перспективы на будущее и будем, строить Skyway, Transnet и Unet дальше. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь, давайте, всего доброго, строй Skyway субтитры, 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 Продолжение следует...